Сартанская насосная станция обеспечивает водой почти 40 тысяч жителей Кальмиусского района. Но частые аварии то и дело доставляли неудобства. В этом году при поддержке мэра и компании ЮНИСЕФ здесь выполнили капитальный ремонт здания, заменили технику и установили энергосберегающее оборудование. Цена вопроса более 18 миллионов гривен. Для людей это надежность водообеспечения. То есть, по сути, мы имеем новую насосную станцию, которая работает в необходимом режиме и бесперебойно обеспечивает центр Ильичевского района водой на постоянной основе. В уходящем году в центре внимания были и учреждения образования, проект гигиена в школах, замена окон, ремонт крыши подвалов. Кроме того, в 36-й школе и 91-м детсаде реализовали пилотный проект по замене асфальтного покрытия на плитку ФЭМ. Чтобы детки, которые идут в школу, не шлепали полозом, а проходили по новому современному асфальтному покрытию. Следующий год – год свежих идей и новых направлений, уверен Вадим Бойченко. Сфера образования не исключение. В 2018-м начнется реализация проекта «Украинский класс в украинской школе». Будет создано 120 классов с новым медийным оборудованием. Также запланирована установка мультифункциональных спортивных площадок и антивандальных силовых тренажеров. Как Мариуполь за такой короткий промежуток времени меняется, но мы также должны понимать, что не был так велик финансовый ресурс, а он с каждым годом увеличивается. Это значит, что город еще динамичнее будет развиваться, то есть он будет меняться, он будет становиться в хорошем смысле европейским городом. Валентина Чурикова, Виталий Шостак, информационная программа «Зеркало».